Что руку как хотел бы, не хотел, но все-таки где-то ее сохраняешь, где-то может ее как-то рупируешь, чтобы предотвратить удары, прямое падение на руку. И в связи с этим все-таки нужен ли команде психолог, который бы все-таки перед каждым матчем, допустим, настраивал или то же самое, да, вот как-то снимал вот этот вот стресс или страх, боязнь, травма? Мне кажется, психологи, это самый лучший психолог, это главный тренер у нас Юрий Павлович. Так, психолог принимает решение главный тренер, нужен ли команде психолог или нет. На данный период я вижу, что Юрий Павлович абсолютно в этом плане с ребятами контактирует и обсуждает все вопросы. Так что на данный момент главный тренер, самый лучший психолог. Управляется с функциями психолога. Спрашивает, не подскажете, куда пропала Рыбалка? У него что с ним? Сережа Рыбалка проходит реабилитацию, у него было частичное повреждение мысли, сейчас он работает в группе, и с понедельника будет работать в общей. Ну, собственно, это так вот основное все, но расскажите, как там ребята готовы к завтрашнему матчу с Арсеналом, какая там функциональная готовность, и кто, возможно, по-моему, точно не сыграет. Ну, мы там знаем, да, например, Тарас Михалик, может, вы знаете, какие-то секреты? Ну, по составу, по физической готовности. По физической готовности, понимаете, ребята, которые сейчас, которые играли предыдущую игру, готовы продолжить и эту игру, не считая вот серьезных травм, которые у нас есть на сегодняшний день. Тарас Михалик, Мелочь, Менкович, Убертолио, от этих публиксов проходят еще реабилитацию. В Хочериде уже тоже все хорошо себя чувствует. В Хочериде уже тренировался в общей группе, хорошо отработал, сегодня будет продолжать тренировочный процесс. Надеемся, что завтра выйдет. Вас легко отпустили к нам на конференцию? Все-таки ребята тренируются, готовятся? Как раз у нас промежуток, сейчас у ребят тихий час, они отдыхали, так что у меня была возможность уделить вам внимание, общаться с вами очень приятно. И вечером будет тренировка. А вы следите, кстати, за распорядком дня, чтобы тихий час соблюдался, чтобы все отдохнули? Это тоже все-таки зависит от того, что не отдохнул, вышел. Ребята сами отдыхают, не надо за ними следить, потому что такое напряжение, такой график плотный, что они сами заинтересованы, чтобы открыть тренировку, отдохнуть и восстановиться. А с нашей молодежкой национальной сборной в Данию вы поедете? Или там тоже свой доктор? С национальной молодежной сборной. Ну и все-таки за ваше заключительное слово, опять-таки пожелание обращения. Возможно, хотите обратиться к болельщикам, что бы сказали им? Кроме болельщикам, мне хотелось пожелать прежде всего здоровья, и чтобы вы поддерживали нашу команду и болели за нашу команду. Мы как болельщики вам это обещаем. Спасибо вам, что пришли. Спасибо.